Познание мира Познание мира направлен на изучение и понимание общественных, культурных, природных процессов и явлений в его многообразии и тесном взаимодействии, способствует формированию у учащихся целостного восприятия окружающей действительности. Цель обучения предмету познания мира — формирование у учащихся системы знаний о социальном, культурном и естественном окружении человека, понимание национальных и общечеловеческих ценностей и социального опыта, умение применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. Содержание программы по познанию мира направлено на развитие навыков, которые способствуют пониманию исторических, географических и социальных процессов, происходящих в окружающем мире. Специфика предмета состоит в том, что он в первую очередь развивает коммуникативные навыки, умение задавать вопросы, находить ответы на них, исследовать и отвечать на вопросы исторического, географического, социального характера. Навыки грамотной устной речи через умение спорить, дискуссировать, выступать и проводить презентации способствуют развитию исследовательских навыков, участвовать в исследовании, проводить эксперименты, отвечать на вопросы, основываясь на методах исторического, географического и социальных наук, использовать доступные ресурсы. Развивает навыки ИКТ, использовать ряд средств, включая интернет и соответствующие цифровые информационные и коммуникационные технологии, искать, выбирать, использовать, сравнивать, анализировать, систематизировать и обрабатывать информацию, представлять и обсуждать полученную информацию. Кроме того, способствует развитию мыслительных операций, выдвигать гипотезы, решать, делать выводы, умозаключения, использовать полученные знания для проверки идей, гипотез, теорий и доказательств, основанных на полученных данных и выводах. Поэтому при выборе приемов формативного оценивания в первую очередь следует использовать именно те, которые направлены на формирование вышеуказанных навыков в рамках изучаемой темы и цели, которую необходимо достичь учащимся. Одним из главных направлений – это работа с глоссарием. Учащийся представляется много новых понятий, которые не только необходимо запомнить и понять, но и ввести в свою лексику, активно использовать. Для формативного оценивания эффективным приемом является прием словарик, когда учащиеся после изучения ряда понятий работают в парах сменного состава. Рассмотрим пример использования такого приема на уроке «Познание мира» во втором классе. Проверяемая цель – на основе примеров из своей жизни различать права, обязанности и ответственности. На прошлом уроке «Познание мира» вы изучили много новых понятий, вы знакомились с ними, что обозначает каждый из них. Сегодня в начале урока мы с вами проведем небольшое упражнение, которое называется «Составь словарик». Каждый из вас получит вот такую карточку. Ваша задача – в течение определенного времени, а именно в течение пяти минут, обойти своих одноклассников и задать им вопрос, получить ответ и записать ответ вот здесь, в свободных порядках. Условие этого упражнения в том, что вы не можете спрашивать вопрос у одного и того же человека. То есть, если вот Рамина у Маши первый вопрос спросила, то она уже пошла к следующему, чтобы спросить второй вопрос. Ваша задача – найти ответы на все вопросы за определенный промежуток времени. За пять минут. За пять минут, понятно? Да. И можно начинать. Пожалуйста, вздавайте, берите друг друга интервью, вздавайте. Пожалуйста, вздавайте, берите друг друга интервью, вздавайте. Пожалуйста, вздавайте, берите друг друга интервью, вздавайте. Вы сейчас проверяли свои знания, знали своих товарищей. Давайте посмотрим, насколько вы получили первые ответы на поставленный вопрос. Пожалуйста, читай первый вопрос и ответ, который вы получили. Какие права имеют ребенок? Ребенок имеет права на свободу и права на неприкосноведность жилища. Так, кто еще дополнит, у кого другой ответ, вернее, еще есть ответы на эти вопросы? Ребенок имеет права на свободу, жизнь и образование. Право на обучение. Так, скажите, ребята, у всех ли такой ответ на вопрос? Да. Хлопним себе два раза. Дальше, ребята, которые отвечали на этот вопрос, они совершенно правильно изложили. Второй вопрос читаем. Пожалуйста, Дамит. Какие обязанности есть у людей? Читает ответ на этот вопрос. Учиться, делать домашние сады. Ходить в школу. Еще заполнение есть. Еще? Помогать. Помогать кому? Родителям. Еще? Друзьям. Так. Есть еще дополнение? Слушать родителей. Слушать родителей. Помогать старшим. Помогать старшим. Согласны, ребята, что это верная ответная ответная вопрос? Все, правильно изложили. Давайте, Глопнин, Глопнин. Раз, вы отвечали. Третий читаем. Что такое ответственность? Что такое ответственность? Как ответили тебе на этот вопрос? Когда я отвечаю за кого? Как еще другие ребята ответили? Это то, что ты делаешь всегда. То, что ты делаешь всегда еще? Это то, что надо предоставить. Так. Если ты сделал какую-то поступку, то надо за него отвечать. Так. Ответили на это то, что ты должен делать всегда. То, что ты должен делать всегда. Согласны, ребята, сеть метрами? Да. Так, так, так. Данный прием может быть использован многократно. Учащиеся не только проверяют усвоение глоссария у своих одноклассников, но и имеют возможность сравнивать свой ответ с ответом товарища, развивают коммуникативные навыки, умение задавать вопросы, находить ответы на них. Важным аспектом формирования оценивания на уроках познания мира является то, насколько учащиеся умеют взаимодействовать друг с другом, быть критичным другом, а для этого надо иметь навык умения слышать и слушать других. Использование приема «Полезные советы» позволяет не только проверить, насколько успешны учащиеся в достижении цели урока, но и помогает учащимся научиться слушать своего одноклассника. Цель обучения – определять различия между здоровой и нездоровой пищей на основе различных источников. Смотрим видео. Итак, смотрите, Жанне поворачивается к Наиле, берет его за руку. Я хочу тебе дать добрый совет и говорит ему, как правильно описаться. Наил слушает, поворачивается к Жанне, повторяет ей совет Жанне и добавляет в свой порядок. Готовы, ребята? Да! Начали! Готовы, ребята, один должен быть, один. Поутра надо есть кашу и овощи и фрукты, и чистить зубы два раза в день. Поутра надо есть кашу и овощи и фрукты, чистить зубы два раза в день и соблюдать правила гигиены. Поутра надо есть кашу и овощи и фрукты, чистить два раза в день зубы, соблюдать гигиену и делать зарядку. В процессе использования данного приема ученики не только демонстрируют свои знания, но и обогащают их в процессе повторения. Во время выполнения задания учителю необходимо фиксировать в журнале, насколько учащиеся были успешны при выполнении данного задания, а затем дать учащимся обратную связь. Одним из вариантов данного приема может быть выполнение задания по кругу, так называемое упражнение «Передай знания». В рамках проверки цели усвоения объяснять коллективные, групповые и межличностные нормы поведения в школьном сообществе и эффективно использование данного приема. В зависимости от количества учащихся в классе организуется несколько кругов. Учащийся поворачивается к своему товарищу и называет правила, которые необходимо выполнять в школе. После этого ученик, который слушал своего товарища, поворачивается к следующему и называет другое правило. Главное условие – не должно быть повторений. Поэтому все участники должны внимательно слушать друг друга. Это задание можно расширить. После того, как все ученики по кругу выскажутся, предложите учащимся в группе создать брошюру школьных правил, которые необходимо соблюдать. Затем предложите в группах обменяться брошюрами для взаимооценивания. А чтобы оно было эффективным, предварительно разработайте вместе с детьми критерии оценивания брошюры. Например, такие, как «Правила не должны повторяться», «Написаны понятно», «Относятся к нашей школе» и так далее. Важным навыком для учащихся являются публичные выступления, которые развивают уверенность в себе, умение задавать вопросы по заданной теме, не теряться при ответе на множество вопросов, умение формулировать правильные ответы. Использование приема формативное оценивание интервью на заданную тему позволяет не только оценить успешность учащихся в достижении цели, но и формировать необходимые навыки публичных выступлений. Прием созвучен приему критического мышления «Горячий стул». Проверяемая цель – объяснить виды и функции учебной и внеучебной деятельности в школе. Смотрим видео. Готовы? Да. Итак, АРО у нас дает интервью. Он у нас спортсмен, а вы, ребята, репортеры, которые пришли на интервью с АРО, чтобы задать вопросы о здоровом образе жизни, о его занятии спорта и узнать все, что вы хотите о его достижениях спортивных, о том, как нужно, какой образ жизни нужно вести, чтобы всегда быть здоровым. Итак, вопросы готовы? Вопросы громко, четко, чтобы АРО мог отвечать. Большое слово. Какие места ты занимал? Я занимал первые, вторые, третьи, четвертые и сильные места. Ну да, надо кушать очень много джима на ларо. Нет, не надо. Так. Можно спортсмена пить кур? Нет. Спортсмена тоже не надо пить кур. Чем победим теннис? Ну, теннис дает нагрузку всем группам мышц, и он развивает в настройстве координацию. Так. Как вы получили первую награду? Благодаря своему тренеру. Так, и тогда... Какая у вас формула победы? Хороший вопрос. То есть, чтобы победить, что ты делаешь? Можно даже так попасть. Первый. Сколько ты делаешь? Я... Первый... Первый, я гоняю соперников по всему городу. Так. Резко, когда он затягивается, разгрыше, я резко делаю удар по цвету, чтобы он не смог не держать. Так. Вот какие все секреты, наоборот, свои видосы. И когда соперник дышит какой-то угол, я выхожу в сердце и забиваю решающий удар. Так. Спасибо. Спасибо. Почему вы решили, что именно теннис – ваше мастерство? Ну, потому что, да, много раз ходили на теннис. Мне очень тоже хотелось. Я там долго папу умолял с мамой и, наконец-то, они решили меня продолжать. А теперь они тебя поддерживают в том, что ты играешь? Хорошо? Поддержку ощущаешь от родителей? А вот ты ходишь часто на тренировки, встаешь утром рано, да? Хочется, не хочется, или, вернее, после обеда не хочешь. Вернула дайте. Это какое качество ты себе нанесешь? Ну, да, я вообще сильно устала, и мне надо идти на тренировку. Я вернула, встаю еле-еле и собираюсь на тренировку. И все-таки? Случай, да? Хорошо. Хорошо. После интервью учащиеся объединяются в группы для занятий. Для записи полученной информации в виде репортажа или заметки, навыки создания которых они получили на уроках русского языка. Затем готовые работы вывешиваются в классе для прочтения и взаимного оценивания. Учитель же, в свою очередь, может соотнести полученную информацию во время интервью и ту, которую учащиеся записали в своих репортажах и оценить работу группы. Зачастую при формативном оценивание на уроках русского языка и познания мира возникают межпредметные связи, потому что навыки, формированные на этих двух предметах, часто совпадают. Одним из примеров может служить написание объявлений и реклам, которые приглашают учащихся для занятий спортом в различных секциях. Подводя итог, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что программа по познанию мира составлена таким образом, что обеспечивает усвоение предметного содержания и формирование необходимых учебных и практических навыков, исследовательских, коммуникативных, жизненных. Поэтому выбор приемов формативного оценивания должен обуславливать не только проверку усвоения предметного содержания, но и способствовать формированию необходимых навыков. Спасибо за внимание.